В селе Ракитном на улице Школьной пожар оставил без крова семью с маленьким ребенком. В ближайшие дни 9-летняя девочка проведет в больнице. Бригада скорой помощи доставила ее в стационар. Диагноз, который поставили школьницы, внушает опасения. У девочки обожжены 20% тела, отравление продуктами горения. Врачи оценили состояние пострадавшей как тяжелое. Похожие травмы получил и ее 45-летний отец. Но в госпитализации он предпочел остаться на месте, поддержать супругу и помочь пожарным выносить вещи. Тушить дом мужчина пытался и сам еще до приезда караула. В пламя, которое появилось где-то на чердаке, погорельцы заметили слишком поздно. Вместо того, чтобы сразу начать звонить на пульт 01, попытались залить огонь. Когда наконец поступил звонок спасателям, горели уже не только кровля, но и жилые комнаты и веранда. К приезду расчетов огонь распространился и того дальше. Возгорание охватило на дворные постройки и угрожало соседским избам. Местные жители предположили, что причиной стала неисправность печного отопления, как это обычно бывает в частном секторе. Печку топили, искра пошла и все. Загорелась крыша, загорелась. На крыше загорелась. С крыши, да? Да, с крыши все началось. Кто-то из соседей вытащил ребенка, отвез, вызвали скорую. Увезли его на скорой. Погорельцы остались на улице практически ни с чем. Вынести из дома хозяева успели лишь заметно оплавившийся от жары телевизор. Документы, зимняя одежда и обстановка сгорели вместе с домом. Владельцы этой половины дома разделили судьбу своих соседей. Полгода назад в двухквартирном доме произошел точно такой же пожар, сделавший его половину непригодной для жизни. Хозяева не стали ее восстанавливать и куда-то съехали. Теперь искать новое жилье придется и нынешним погорельцам. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.